МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахасе отправились в Узбекистан. Однако более чем у половины документа оказались нарушениями. Константин Кравцов на примере гастарбайтеров убедился, просрочка в паспорте может увеличить путь домой в несколько раз. Ничем не примечательный пассажирский автобус. Только приглядевшись, можно увидеть номера. Не местный формат. Как выяснилось, он прибыл в Хакасию из Узбекистана и совсем не за туристами. Пассажиры – сезонные рабочие. С Абакана, в Ташкен едем. Ну, а домой возим их до Тимкента. Они сами проходят этот таможен. Узбекистанский, казахстанский. Полсотни мужчин работали на стройках в Хакасии и юге края. Очевидно, доставку на работу и вывоз домой планировалось поставить на поток. Сотрудники ФМС выяснили, этот рейс уже не первый. Земля круглая. Мы будем ходить, заработать все. Может быть, вы поедете в другое место заработать. Вот так жизни. Всем жить надо. Всем деньги раздал. Все надо заработать. Надо деньги. По предварительной информации, на одной из торговых баз Абакана – настоящая трудовая биржа для иностранцев. Любой желающий может нанять неприхотливого строителя по приемлемой цене. Вероятнее всего, задержанные мигранты именно здесь искали себе работу. Наверное, поэтому сегодня место пустует. Проверка документов показала, 34 иностранца находятся в России нелегально. И несмотря на то, что они уже едут домой, по закону наказания не избежать. Решено задержать автобус для выяснения всех обстоятельств. После истечения срока пребывания иностранного гражданина, 90 суток, только выдворение за пределы Российской Федерации, ну и административный штраф от 2 до 5 тысяч. Сотрудники ФМС сегодня занесли данные каждого в общую картотеку. После выдворения нелегал не сможет проехать в Россию в течение пяти лет. Стоит отметить, только с начала года из республики принудительно на родину было отправлено почти полтысячи граждан ближнего и дальнего зарубежья. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакаси. В популярном ночном клубе Абакана грубо нарушались правила пожарной безопасности. Специалисты уверены, возникний пожар, трагедии, подобно печально известному пермскому клубу «Хромая лошадь», было бы не избежать. Напомним, в декабре 2009-го там погибли 156 человек, 78 пострадали. Проверку проводили в сентябре. Тогда же выяснили, один из залов Абаканского клуба располагается в подвале, в котором нет системы дымоудаления, нет аварийного освещения. А пути спасения отделаны горючим пластиком, который при нагревании выделяет ядовитый дым. Впрочем, беспрепятственно выйти наружу в случае пожара у людей все равно бы не получилось. Руководитель клуба оштрафован на 15 тысяч рублей. Собственник помещения на 150 тысяч. Если нарушения не устранят, Пошнадзор поставит вопрос о приостановке деятельности ночного заведения. Сегодня утром под Синей осталось без электричества. На пульт диспетчера аварийной службы сообщение об этом поступило в шестом часу утра. Через пару часов прекратилось водоснабжение. Насосы, подающие воду в поселок, прекратили работу. О большом коллапсе в маленьком поселке Елена Крылова. Ой, хорошо, что свечка была. Зажгли свечку. А я в пятиэтажке живу. Там ни воды нету, ни газа нету, ни света. Вот так вот воду размешали и все и пили. Утро жителей Подсинева сегодня началось не с кофе. Без света дома остались в пять часов. Почти сразу кончилась вода. И на этом в поселке городского типа теперь практически все блага цивилизации. То, что население нашей республики лишилось газоснабжения, вот мы сегодня остро ощутили именно в Подсинево. То есть электроэнергии нету, нечем накормить детей. Нету электроснабжения, и газоснабжения нету. Что делать? Присвечак, что ли, это готовить? Ремонтировать сети энергетики приехали сразу с генераторами. Воду дали только спустя пять часов и тут же запустили насосную станцию канализации. Сегодня в Подсинем дети не пошли в детский сад, а в школе уроки провели по 30 минут. Энергетикам, чтобы найти поломку, пришлось подняться на каждый столб. Увреждения у нас на сегодня на трансформаторной подстанции ТП школа так называемая. Сложность заключается в том, что это земляные работы, то есть скрытие грунта. Сейчас у нас уже с вами холодный период наступил. По предварительным данным кабель не поврежден, он сгорел сам по себе, от того, что резко возросло потребление. Причина тому и холода, и чего не скрывают поселковые власти, возможно, перегрузка из-за отключения газа. Местные энергетики уже направили запрос на обследование всех линий. Способны ли они справляться с новыми нагрузками, тем более зимой. Обследование пройдет в ближайшее время. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Полную грузовую газель гуманитарной помощи отправили спасатели Хакасии в село Усть-Хайза в Аскизском районе. Напомним, МЧС помогает многодетной семье пережить последствия пожара в доме. Это уже вторая партия гуманитарного груза. Чуть раньше спасатели привезли семье мебель, холодильник и телевизор. Сами перекрыли крышу и сделали проводку в доме. На этот раз личный состав собрал одежду и обувь. В семье 11 детей. Их дом серьезно обгорел год назад. Аграрная отрасль в Хакасии сейчас на подъеме. Вместе с тем перед сельхозпроизводством всерьез встает проблема кадров. Одно из ведущих учебных заведений, которое готовит специалистов для отрасли – Хакасский филиал Красноярского государственного аграрного университета. В Хакасии завершилась уборочная кампания. Получен урожай зерновых по 15 центнеров с гектара. Это выше средних многолетних показателей. В животноводстве достижения не менее значительные. В отрасль приходит новая техника. Поэтому от специалистов требуется серьезная теоретическая подготовка. Сейчас у нас в Хакасии аграрное направление идет на подъем. И я решила получить именно здесь образование и в дальнейшем работать в этой отрасли. Один из старейших вузов, который готовит кадры для отрасли – это Хакасский филиал Красноярского агроуниверситета. В нем обучается около полутора тысяч студентов. Только в этом году выпустили 300 специалистов. И сейчас вуз выступает с новым предложением на рынке образовательных услуг. В связи с многочисленными просьбами руководителей предприятий Хакасский филиал продолжает набор студентов до 5 декабря 2013 года на направление государственно-муниципальное управление, экономика, менеджмент, технология и переработки сельскохозяйственной продукции и затехния. Речь идет о заочной форме обучения. Сроки подготовки по всем специальностям – 5 лет. Буквально в эти минуты в драмтеатре идет грузинская искрометная интрига «Невеста из Эмеретия». Ее жителям Хакассии показывает русский драматический театр имени Горького из города Нальчика. Гастроли театра из Кабардино-Балкарии проходят в Хакассии впервые в рамках федеральной целевой программы «Культура России». О том, чем еще удивит приезжий театр местного зрителя, расскажет Юлия Константинова. Кабардино-Балкарский театр в Хакассии ждали. К приему готовились, ведь совсем недавно. Меньше месяца назад наш Читыген на Северном Кавказе представил сразу 5 постановок. Гастроли, надо отметить, прошли с успехом. Поразить удалось даже коллег по театральному цеху, рассказывает заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Юрий Балкаров. Здесь язык-то я не понимаю абсолютно, перевода не было. Но я понимал сюжетную канву, а через мелодию, через музыку, через песни, через их отношения я начинал понимать этот народ. Вот происходит просто чудо на глазах. И я, честно вам говорю, я под ощущением, вот этим впечатлением, я не раз возвращался отсознательно. И вот для меня этот какой-то новый мир. Мир совершенно другой. А со своими постановками русский театр из Кабардино-Балкарии будет знакомить жителей Хакассии в течение недели. За это время даст несколько спектаклей в Абакане, побывает в Сеногорске, Ташты, Пи-Би и Аскизи. В рамках социокультурных акций во время фестиваля «Черчая» на желанный берег там уже давали спектакли, концерты, российские и зарубежные коллективы. Однако из Нальчика гости впервые. Обменные гастроли стали возможными благодаря целевой программе «Культура России». Поездка почти в полном составе для труппы событие большое. Показать себя, посмотреть на других. Это обмен опытом, это обмен дружбой. Все-таки это очень далекая республика от нас, да? Обмен традициями. Возможно, мы когда-то поставили у себя спектакль ваших драматургов, потому что у нас в репертуаре не только наши драматурги, есть у нас и грузинские драматурги, и осетинские драматурги. Однако гастроли – это не только творческое обогащение, но и общение, возможность посмотреть новые места, познакомиться с культурой, традициями. Поэтому в программе – поездки на Сайна-Шушинскую ГЭС, Салбыкский Курган и памятник Хуртуяхтас. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасе. Это были все новости на этот час. Сразу после выпуска смотрите рубрику «Интервью». Сегодня гость нашей студии – Юрий Курочка, директор киностудии «Хакасфильм». Разговор пойдет о документальном кино. Оставайтесь на канале «Россия-24» и еще увидимся. Продолжение следует...